Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ! В эфире информационный выпуск День за Днем с вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о событиях. Новое семейное кафе в Десногорске. Престольный праздник в Десногорском храме. Дорожная лаборатория Росатома обследует дороги России. Накануне празднования Дня народного единства в нашем городе появилось новое кафе. Мы расскажем вам, почему его открывали так торжественно. Семейное кафе-сервис, совместный проект концерна Росэнергоатом, Смоленская АЭС и администрация Десногорска. 3 ноября прошло торжественное открытие нового объекта питания и отдыха. Красную ленточку перерезали директор атомной станции Павел Лубенский и депутат Государственной Думы Ольга Окунева. На торжестве присутствовали глава города Андрей Шубин, представители предприятий САЭС-сервис и Энергоатом Инвест. Все отметили, что кафе удачно расположено в центре парковой зоны, рядом с большой детской площадкой и спортивными комплексами, где людно в любое время года и проходят массовые городские мероприятия. Как заверяют разработчики проекта, это только первый этап строительства кафе-сервис. В следующем году на этом месте будет парковая зона. В ассортименте кафе разнообразные кондитерские и кулинарные изделия, соки и коктейли, горячие блюда и мороженые полуфабрикаты. Хозяева кафе САЭС-сервис устроили для гостей небольшую дегустацию и получили одобрение. В нашем городе не так много кафе, куда можно сводить полакомиться маленьких сладкоежек или устроить семейный праздник. О том, какой подарок получили маленькие десногорцы, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Кафе-сервис отлично вписалась в сквер между храмом Стефана Великопермского и реабилитационно-оздоровительным центром Смоленской АЭС рядом с детской площадкой. Теперь родители с малышами и школьники после занятий в кружках и секциях могут зайти обогреться и полакомиться любимыми десертами. Для детей устроили настоящий праздник в честь открытия. Первые посетители стали участниками увлекательных кулинарных викторин и конкурсов, а также смогли отведать вкуснейшие пирожные, пирожки и блинчики с разными начинками. Своими впечатлениями они поделились с нами. Мне очень понравилось кафе, я сюда буду приходить покупать булочки. Мне здесь понравилось, потому что близко очень дома, к дому, и можно заходить и покупать пирожные и булочки. Нам нравится, что здесь кафе открытия, нет спиртного, нет пива, это будет детская часа кафе, нам очень нравится. Мы гуляем все время на площадке, и друг раз и пить хочется, и кушать хочется, а домой не пойдешь. Очень нравится, очень нравится, молодцы. Здесь очень прикольно, вкусненько. Очень рады, что в городе открылось наконец-таки детское кафе рядом с детской площадкой, где в принципе можно всегда зайти и что-то горячее съесть и выпить. Очень рады. Все посетители отметили хорошее меню и доступные цены. Можно с уверенностью сказать, что кафе всегда будет многолюдно. Детский сад Аленка организовал и провел субботник. В нем приняли участие воспитатели и сотрудники детского сада. Своим примером они хотели показать, в какой чистоте и порядке нужно содержать территорию садика и не оставлять мусор на площадке. В Сафоновском районе задержали подозреваемых в сбыте героина. Это двое мужчин 30-летнего возраста. В ходе обыска по месту их жительства оперативники изъяли более 80 граммов героина, что является крупным размером. Подозреваемым грозит срок до 20 лет. Ветхое жилье пенсионерки стало поводом для обращения к президенту. Ветеран труда Зинаида Якушева из села Якимовича Рославского района уже несколько лет пытается добиться улучшения жилищных условий. В своем доме Зинаида Александровна более 40 лет живет без родных одна. В доме холодно и сыро. Большие щели в полу и осыпаются стены. Пенсионерка обращалась в множество инстанций с просьбами об улучшении жилищных условий. Но очередная комиссия признала дом пригодным для жилья. В день прославления иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в Десногорском храме прошли праздничные службы. 6 ноября для Десногорского храма особенный день. Главный храм освящен в честь иконы всех скорбящих радость. Весь приход собирается в этот день совершить праздничную литургию. Проводить эту службу приехал епископ Росхольбский и Десногорский Милетий. Сослужило ему большое количество священников со всей епархии. Епископ поздравил всех собравшихся с праздником. Завершился праздник причастием, крестным ходом и водосвятием. Губернатор Смоленской области провел совещание с руководителями крупных сельских хозяйств области. Проблемой для смоленских фермеров стал сбыт продукции. На совещании они обсудили варианты совершенствования системы реализации свежей и качественной продукции. А именно увеличение количества бюджетных учреждений, которые будут закупать продукцию местного производства. А для большего сбыта продукции размещать информацию в интернете, привлекая новых потребителей без посредников. В Смоленске подвели итоги акции «Письмо погибшему солдату афганской войны». От Десногорска на это мероприятие была отправлена делегация из восьми участников. Жюри конкурса были очень растроганы письмами ребят и не смогли выявить явных лидеров. Поэтому всех ребят наградили благодарственными письмами. Вручил их начальник главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олег Иванов. А теперь новости Росатома. Это один из центральных перекрестков Рязани. Ежедневно его пересекают более 12 тысяч автомобилей. Состояние дорожного полотна на сегодняшний день оценивается как хорошее. Но уже весной все может измениться. Покрытие в некоторых местах, коэффициент уплотнения ниже нормативно. То есть весной в отдельных местах, которые на этих участках, как принято говорить, в месяц со снегом, сойдет и асфальт. Это заявление не голословно. Оно основано на данных, собранных автомобилями дорожной лаборатории «Беркут». Машины оборудованы уникальной измерительной и диагностической аппаратурой, созданной специалистами Росатома, которые буквально способны вредить сквозь землю. Информация, получаемая с ее помощью, дает возможность оценить состояние дороги и найти оптимальное решение в условиях, когда объемы требуемых ремонтных работ огромны, а финансовые ресурсы ограничены. Наш комплекс программ, он позволяет оценить последствия в плане недоремонта, так называемого. Выбрать те виды работ, делать невыполнение оставшейся, принесет наименьшее увеличение необходимых средств. Собранная информация о дорогах включает более 20 параметров. Хранится в цифровом виде и в любое время может быть проанализировано с помощью специальных компьютерных программ. Но это еще не все. На основе цифровой геоинформационной платформы и приложения, разработанных специалистами Росатома, можно контролировать работу не только по ремонту, но и по содержанию дорог. Этот широкий комплекс возможностей уже заинтересовал Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Накануне стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Надеюсь, что вместе с данной компанией мы перейдем немножко на другой качественный уровень именно для контроля за работами в дорожной сфере. Это на самом деле упрощает формирование всех наших планах и понимание вообще того, что нам нужно делать, какие участки в первую очередь ставить в ремонтную компанию, какие могут подождать еще немножко. То есть мы сможем оперативно реагировать на состояние наших дорог. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин